Всем здорова, соучастники! Итак, купили сегодня тоже 4 юнита. Шухер, шухер. Так, паника закончилась, всё, можем продолжать. И этот юнит стоил 110 долларов. Что здесь было? Джерси, майамские, марлины, рамирес, марлины, рамирес, майами хит. У тебя майами хит? У меня вейт, а у тебя? Да, Джеймс. А, смотри, кто-то был до нас и кассу всё снял. Закинь. Вот, ё-моё, ничего нам не досталось. Вот это. Тесты на беременность? Да. Юзанные? Одна полоска. Одна полоска? Да. Так, был куплен в 17-м году за 54 доллара, но была проплачена карточка, поэтому, если бы даже было свежее, всё равно вернуть бы не получилось. Возвращается аналитика. Пока ничего интересного. Вагон батареек. И попались книги по анатомии. Здесь обучающая литература. Видно, кто-то учился на доктора. Нет айфона, да? Нет. Жалко. Был, ты просто не всё показываешь. А, я не всё показываю. Ну, есть немножко инструментов. Домкрат, держатели. Игрушки Christmas. Это мы сегодня дадим бесплатно. 110 плюс комиссия. Я не думаю, что мы отобьём этот юнит. Ну, может быть, половина. Поэтому здесь ничего интересного. Здесь вынося. О, жене подарок нашёл на Новый год. Класс? Понравится? Чего? Ну, чего ты прям смеёшься? Ей почистить надо только. Ей понравится. Я тебе говорю. Так. Ещё один находится на втором этаже. Для этого нам надо подогнать вот это вот. Будем называть его трап. Подгоняем трап. Ну что? Добро пожаловать на борт, как говорят. Посмотрим, что внутри. А этот юнит был куплен за 25 долларов. Ну, в общем, такое. Бомба! Да ладно. Сейф нашёл, представляешь? Тарелки. 12,99. Недорогие? Можно бросать? Или лучше не бросать, как думаешь? Должны быть целы. Так, как будто что-то есть. Вот, что-то есть внутри. А здесь документация. Айскриммейкер какой-то. Мороженое делать. О! Это что? Караоке-станция. Хочешь забабахать какую-то песню? Что-то... Ого! А что ты нашёл? Я игрушки разбираю. Он золото там колбасит? Оно. Давай меняться коробками. Ну, это не настоящие, да? Да, настоящие. Настоящие? Да, настоящие. Так, теперь надо будет на районе найти плохих парней. Игрушки. Ну, слушай, много игрушек новых. И там, наверное, ещё в пакетах чего-нибудь. Я смотрю, была стильная штучка, да? Да. Это женский, да? Да. Пяточкой подавать. Игрушки, игрушки. Ну, там в основном в пакетах, я думаю, что остались вещи. Ну, в общем, много всего для детей. Новая одежда. 20 долларов. За 25 долларов он давно окупился. У меня ещё игрушки. Я сначала думал, что это крылья ангела. Оказалось, это коврик в туалетах. Джастин Бибер. Фанатка купила, но даже не использовала. Бери, Глапади. Что у тебя ещё есть? Матбук. Хороший? Ну, выглядит хорошо, чистенький. А никаких не находил чёрных маркеров? Нет, ну зачем чёрных маркеров? А я хотел здесь подкрасить палец. У меня перчатка порвалась, видишь? Чтоб в глаза не бросалось, я думал. Придётся перчатку теперь менять. Здесь тоже не было ничего интересного. Но прелесть дешёвых юнитов в том, что они практически всегда окупаются. И этот юнит куплен из-за 25 долларов. Перекрывает себя пару вещами с бирками. Всё остальное идёт в плюс. Много новых игрушек, много новых вещей. Ноутбуки. Я думаю, что долларов 200, а может 250 на нём можно заработать. Забираем ещё один юнит. И это даунтаун. Видите, вот такие вот большие небоскрёбы здесь. Всякие разные здания. И в этом проблема, потому что здесь много бездомных людей. И зачастую они используют эти ячейки для того, чтобы просто хранить свои вещи. Но не всегда. Бывает что-то хорошее. Давай это откроем. А этот юнит обошёлся в 150 долларов. Не, ну чё, его почистить будет нормально. Самое главное, что он нигде не поцарапан, не порван. В одно положение крутится. Как Манька, встань-ка. Видел вот эти коробочки. Коробочки называются личные вещи. А, сигареты плохо. Карточки. А, ты дизайнер. Документы, документы. Дизайнерская лампа у дизайнера. Всё сходится. То ли постер, то ли... Что-то такое. Искусство. Смотри, какое я нашёл. Не знаю, не надо, но это искусство. Я уверен в этом. Здесь плёнка. Кто это? Питер Миллер. И в истории продаж можно найти другие работы этого автора. Вот, допустим, Питер Миллер. Работа была продана за 650 долларов. А такая картина была продана за 800. А эта картина была продана за 1800 долларов. А вот такая работа, ну правда, давно, в 2002 году, была продана за 2070 долларов. Поэтому перспективы хорошие. Я думаю, что можно выставить за пару тысяч долларов и посмотрим, что будет. Питер Миллер. Я думал, у нас один дизайнер с кроссовками. Ну, опять же, это Даунтаун Майами. Здесь дизайнеры, здесь квартиры есть по 12-15 миллионов долларов. И они не клеят себе обои. Они платят дизайнерам и покупают такие дорогие картины. Ну, может, нет именно, но... План ограбления? Может, мы раскрыли какое-то преступление? Точнее, нашли улики, нет? Это просто дизайнерская какая-то мысль была. Выброшена на полотно, нет? Клоус, одежда. Ну, на вешалках. Скотчин сода. Скотчин сода, пожалуйста. Ну, я вижу Мэкс. Еще скотчин сода. Еще скотчин сода. Неплохой бренд скотчин сода. Джинсы новые стоят 100 долларов, бушные долларов 40-50. А рубашки у них стоят долларов по 20. Вот тоже бу-50, пиджак 45. А здесь тяжелое что-то, слушай. Это от компании, да? Уставные документы с печатью. А, какие-то. Секрет. Италия, серебро, серебро, серебро. Ох, а что тут? Ух ты, оби-ван. А это лампы в комплект вот этой стойки. Техас Трак. Версу Техасский. Траковские номера. Смотри, какой телефон. Какая обувь здесь. Конверси. Но конверси необычные. Ручная работа. Во. Искусство, как думаешь? И вообще, эти кастомные кроссовки, это отдельная крутая тема. Есть авторы, которые занимаются только этим, делают их на заказ и зарабатывают достаточно неплохие деньги. И это не так легко, как кажется со стороны, и многие из этих работ стоят достаточно дорого. Ну вот, допустим, Джорданы 400 долларов. Такие 500. А такой Спанчбоб Скверпенс был продан за 600 долларов. А вот за 1600. А в продаже стоят за 6000. И даже за 7500. Вот такие конверсы бушные были проданы за 400 долларов. Что же касается этих конверсов, то сделаны они очень хорошо. Они в очень хорошем состоянии. И как мне кажется, то на них изображены герои из фильма «Бешеные псы». А если так, то с их продажей проблем не будет. Я думаю, что поставим долларов за 400, за 500, может кому-то подойдут. О, смотри. Еще найти. Девятый год. Может что-то и стоить. Тем более, что их два. Десятый размер. Десятый год. Эти не настолько дорогие, но все равно бушные стоят за 50 долларов плюс доставка. Вот новая 175 и 13 человек отслеживает. Это значит, что это интересные найки. А, дики. Как раз на мою ногу, смотрите. Ставим пересмотреть. Да, это наш бут. Я просто смотрю, может. Майден Итали. А что у нас делают, выдали. Саша написано точно. Ну, для дизайнера как-то слабенько, честно говоря. Обычный дизайнер одевается. Из Техаса приехали, да? Август Александр. У него все почти Август Александр. Не много. Это хорошо? Не знаю. Дизайнер, наверное, какой-то. Это была защитная паутина. Нет стекла, но есть паутина. Ты убрал и ту, и другую. О, что там снизу достал? Блин, нет. Глеб Жеглов оставил. Здесь тоже одно шмотье. Это не новое. Это после химчистки. Гель. Это для велосипеда. Не, не обязательно. Ропа. Ропа. Бет. Плохие вещи. То есть, эти предыдущие были хорошие. Так получается. Интересно. Давай посмотрим. Посмотрим, может, там что-то есть. Козырьком сможем порезать. Ропа. Посмотрим, что за ропа. Не, ну не такая ропа. Смотри. О, ты говоришь, ропа. Разрешите. Майк тут делает такие визитки. Отдаёт. Ропа переводится с испанского одежда. А здесь больше полотенца. А где ропа? Ропа нет. Ропа нет? Опять вот этот дизайнер. Может, что-то ценное? 350 долларов. О, а ну, разрешите. 350. Тут по цене, конечно, немножко. Да. Ну, а дизайнерская. Ну, такой материал, да. Август Александр. Жене сегодня принесу. С центра Майами. Дизайнерская одежда. Пуговицы понашиты просто. Ни одно не хватает. Мы здесь тоже разные. Хаотично, да? Ну, какой-то неизвестный дизайнер. Но бирки такие совсем простенькие, видно. При низком разрешении печатались. Прям как аукцион багажа. American Airlines. Будем скрывать чемодан. И он какой-то такой мягенький. Уже там воздух. О, кошелек нашел. Какие ваши ставки? Zero. Zero? Да, Zero. А, это еще с Техаса. То есть у него в Флориду техасские билеты купил зиль. Лучше бы они в Флориду техасские деньги попривозили. Слушай, ставить. Корзинка. Я думаю, что для грязного белья. Как думаешь? Да. Искусство. Японское. О, теперь стало понятно. А то, когда отдельно, неясен сюжет. Ну, вот что она говорит. Вот, посмотри. А теперь ясно. Это продолжение сюжета. Что такое? Ну, это не по-японски. Я не понимаю, что здесь написано. Все. Сюжет обрывается на самом интересном месте. О, что-то еще нашел? Не, ну, прикольная идея, да? Подарок на днюху. Собрать всех друзей. Выдать им по листочку. Сделать фотографию. И все на одну страничку. Дизайнерская лампа. Ну, может, 50 долларов ей цена. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Там юнит однозначно себя отобьет. Плюс картина. Плюс японская тематика. Закрученный сюжет. Пойдем в другой заберем или завтра уже? Завтра. Завтра, да? 31 часа. Да, сегодня Новый год. Вот такой у нас Новый год. А вон вертолет завис. Наверху видно отсюда, не видно? Там большая сцена. И сегодня там будет большое пати. И будут выступать звезды мировой величины. И что-то они там выглядывают. Давай свое ведро двигайся. Понакупается. Приехали забирать последний юнит. Ну? И этот юнит самый дорогой. Он обошелся в 250 долларов. Все, успокоилась. Вот такой вот. Что увидел? Скульптура. Большие неудобные матрасы. Это, наверное, елка. Это угли. Здесь есть гриль. А, здесь, наверное, свеча ставится. И это все отражается. И можно одной такой тарелкой освещать всю комнату. Как вы думаете, сработает? Что за найки? 16-й год. Гриль надо проверить. Может быть, гриль хороший. Коробок мало, правда. Но и скульптуру я видел. Такая универсальная. Потому что ее можно поставить и так, и так. Стоит недорого, может быть. Вот 50 долларов. А здесь глаз. Глаз, может быть, это какой-то стол. Давай посмотрим, что в сумках. Что-то тяжелое. Всякое. Но вообще ничего интересного. Ух ты, золотишко, смотри, какое. Ничего себе. Вот эта цепочка. Вот это я понимаю. Блин, и нет пробы, конечно же. Жалко. Тяжелое, да? Гром 200 весит, да? Я думаю, даже больше. Больше, чем 200? Давай взвесим. Так, а как ее все разместить? Все, у тебя максимум 200. Да, здесь до 200. Да, больше, чем 200 весит. Так, может, найдется все-таки проба. Ну, а была бы проба, стоила бы больше 5000 долларов. То есть, если мы поставим просто пробу... Нет, так не работает. Не думаю, что-то особенное. Он был бейсболист? Нет. А вот и бейсбольные кеды гоняют по полю, видишь? Рыжая грязь осталась. А вот и футболочка его. Марти 90. Марти 90, а команда называется Diablos. Дьяволы. По-моему, еще Nike стоят за стеклом. Они пони. Слушай, 100 лет не видел эту компанию. Пони. Вот такой брелок. На ключе можно повесить. Дизайнерское кресло, но в таком состоянии, что... Что нашел? Думаю, елка. Я думаю, елка. А, это душ. Ничего себе. Видно, что он был монтирован. Это был включательный. Ну, может, кому-то больше не надо было. Кто-то подумал, что хватит мыться. Пустая трата времени. С лейкой типа 200. Ну, а в таком виде, как есть, мы продали его за 50 долларов. Хозяин кубинец. Играл профессионально в бейсбол. Был здесь по контракту. Мы нашли документы иммиграционные. Потом он был тренером. Ну, и видно, контракт отозвали, либо прекратили. И он все оставил и уехал. Все, что мог хорошее забрать, он забрал. Массажный стол. Они недорогие, где-то новый стоит. Дешевый, начинается от 70. Ну, если у них была команда, так по-любому. Там был массажист, они там разминались. Значит, это хороший. Сколько? Это хороший стол, новый он стоит в районе 200 долларов. А бушный долларов 60, может быть, 70. Ну, его тоже надо будет протестить. Надо будет заехать где-то в женскую команду волейбольную. И сказать, что у нас есть стол, что мы готовы его протестить. Или в какую команду зайдем? По киданию молота? Она тебя положит на слуху. Выдавит из тебя все. Какой-то шкаф для украшения. Пустой? Пустой. А вот так он выглядит, смотри. Ну, может, где-то на дне коробки валяется много золота. И они хотели все разместить внутри. Но так руки и не дошли. А, может, вся эта сумка забита золотом. Ну, может, не с самого верха, может, внизу. Сумка в сумке. У меня есть такая доска, кусок от кровати. И есть такая тележка для мебели. Что можно с этим придумать? Слалом! Евгений, давай на перегонки! Ой, что-то упало. Давай на перегонки. А, у нас всего одна тележка. Вот им. Таблетки нужны? Таблетки? Конечно. По мне, разве не видно? Это что? Это от чего? Мозгов? То есть это снотворное? Да. Нет, не надо. Мне надо что-то для скорости. Это большой тренировочный. Как апельсин. А есть бита? Давай остановись в конце коридора. Ну, у него должна быть. У него должна быть бита. Это чьи-то волосы. Нет, какие-то подушки. Да, это бейсбольная пресновешная одежда. Ничего себе. Это еще. Казиношная карточка. Браслеток. Все перебираем. Вот, 46-й год, надо найти. Почему 46-й? Или какой? 43-й. Ну, шансов очень даже немного. Вот коробка от гриля. Икон внутри. А, так, слушай, он похоже, что он новый. Похоже, что новый? В Home Depot. Вместе с рублей. 250 долларов в магазине новый. Поэтому продать его можно долларов за 125 с половиной. Или можно его не продавать. У нас есть угли. Я знаю, где продается мясо. О, бита нашлась. Давай. Подавай. Подавай. Не знаю, по поводу этих майков. Ты думаешь, для ножей? А как она работает? Вот так вот. Прекордно. Коробочка Mercedes-Benz из города Майами. А я нашел набор для вина. Должен быть еще штопор. А это пробки для бутылок. Посмотрели эти кроссовки. Бушные стоят где-то 50-60 долларов. Новые от 100. В магазине 300, а на eBay 100. Похожи на усики Гитлера. Warner Brothers. Здесь всякие разные. Hugo Boss. Еще Marvel. Это прикольно. Сборная USA. Deutschland. Номер 13. Какое искусство? Покажи. Готов? Да. Ух ты. Это глаз зебры. Два глаза зебры. Да. Ее надо перевернуть. Может, она была черно-белая. Просто она пожелтела. Уставшие глаза зебры. После тяжелого рабочего дня. Надо будет его вывести на улицу. Там аккуратненько почистить. И он будет совсем как новенький. И с половиной продать. Долларов 125-130. А потом себе купить такой же. Может, внутри заначка? Не смотрел? Не, ничего нет. А, здесь нет фильтра. Вот вчерашних 4 юнита у нас и закрылась. Ставьте лайки. Вот и получается, что из 4 юнитов более-менее нормальную прибыль может дать только 1 юнит. И это при условии, что не было дорогих юнитов. Дорогие юниты часто дают большой минус. Поэтому в этот раз, в общей сумме, этот день закрывается в плюс. Всех поздравляем с Новым Годом и с Рождеством. Победители, пришлите мне номер вашего кабинета с сайта отправок посылок из США. Ее сай на диване. Ссылка будет в описании. Всем огромный респект, уважуха. Кто оставит ключевое слово в комментариях. А ключевое слово пусть сегодня будет с праздником. Всем огромное спасибо за просмотр. Я всем желаю крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока.